Вечер Улыбка, улыбка летит Улыбка летит Запомните, вотруба, главное это уяснить себе свои недостатки Позднее всегда найдется время, чтобы к ним привыкнуть Ну, пан директор, вы, конечно, помните по нашей прошлой передаче Он обладает удивительным свойством Как бы ни был завален работой, ему всегда удается ее развалить Пан директор Из всех недостатков я признаю только один, материальный А, пан Вотруба Это тихий, скромный человек Очень любит природу За то, что она не может повредить ему на службе Пан Вотруба Вам никто не говорил, что вы похожи на Жанна Море? Нет Меня это не удивляет Прошу вас Добрый вечер Пан Пузик Добрый вечер Здрасте, пан Пузик Добрый вечер Пан Пузик, почему с зонтиком? Прекрасная погода? Не знаю Не знаю С утра обещали дождь Пан Пузик Крайне осторожный человек Ничего не берет на свою ответственность Даже когда он утверждает, что земля вращается Добавляет По словам Коперника Ну что ж, дорогие друзья Как говорит щитовод Вотруба Да, часы на цепочке А время бежит Поэтому не будем терять его даром И заглянем в наш кабачок Добрый вечер, пан Пузик Добрый вечер, пан Пузик Добрый вечер Что вам угодно? Вы знаете, что пан Пузик Пиво С паном Пузиком вы знакомы Он живет над кабачком Это же он выше И сдает койки приезжим Но сейчас он пришел не из дома А из рассказа Вежливость Рад услужить такому приятному клиенту, как вы Какого вы прикажете письма, скорее? Вы знаете, что нет Пожалуй, лучше Старопрана Старопрана Сколько? Добрый вечер Две 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 старопрана Прошу вас, пан Пузик Две старопрана Она не слишком светлая А, ну тогда возьмите сенатор Да, да, пожалуй Пожалуй, лучше сенатор Сенатор Тоже две? Нет Одну 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 Ну, бутылочку сенатора Прошу вас, пан Пузик Он не слишком темный Ну, сенатором А, вы знаете, кто... Нет, нет Пан Пузик, я вижу Он темный Темный Да Ну, тогда возьмите Гданьское Да Вот именно Гданьский. Тоже одну? Две. Две, пан Юзов, две. Пожалуйста, две кутылочки Гданьского. Прошу. Благодарю вас. Благодарю вас. Зося, Зося, отнесите, пожалуйста, на стол. Погодите, погодите, пан Юзов. Что-то мне не нравится этикетка. Что? Что, очень красивая этикетка? Именно слишком красивая. Хотелось бы что-нибудь попросить, пан Юзов. Ну, тогда возьмите Жигулевская. Да, пожалуй, Жигулевская. Тоже две? Одну. 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 Пожалуйста, пожалуйста, пан Пузик, одну. Благодарю. Благодарю вас. Оно не слишком крепкое, а? Нет, не слишком. Вы знаете, что, пан Юзов, а мне хотелось бы покрепче. Покрепче, да? Ну, тогда вот, пожалуйста, Шварцбир, оно очень крепкое. Ох, и знаете, пан Юзов, я боюсь, что от крепка у меня, пожалуй, заболит сердце. Одну минуточку. Пан Пузик, есть сейчас? Пожалуйста, пан Юзов, пожалуйста. Чёрт бы тебя подрал. Пиво тебе пить нельзя, да? Сердце у тебя заболит, а? Не нравится тебе этикетка, если какой-то трактор. А, ты этикетки портит человеку столько крови. Ох, старый идиот. Добрый день. Вот, вот, пожалуйста, пан Пузик, пожалуйста, пяшки. Пан Юзов, вы знаете, что, я совсем забыл. Ведь с вчерашнего дня я вообще не пью пиво. Пожалуйста, пришлите мне бутылочку минеральной. Зося, бутылочку минеральной воды для пана Пузик. Вот, пожалуйста. Благодарю, Зося. Зося, а что-то сегодня порции в два раза меньше вчерашних. А где вы вчера сидели? У окна. Видите ли, посетителям, сидящим у окна, мы всегда подаём значительно большие порции. Почему? Для рекламы. Добрый вечер, пан изобретатель. Добрый вечер. Пан директор здесь? Здесь. А что-нибудь произошло? Пока нет, но произойдёт. И не исключено, что вам придётся заказывать мемориальную доску. А этот человек сначала был фотографом, но на это занятие у него не хватило выдержки. И тогда он стал изобретателем. Он каждый раз приносит к нам в кабачок свои новые изобретения. Судя по его решительному виду, он и сегодня пришёл не с пустыми руками. Ну, проходите, пожалуйста, чтобы он изобретатель не поделился. Пан директор, я к вам. Ну, если в этом уверены, прошу вас. Я пришёл вам помочь. Помочь? Чем? Своим новым изобретением. Эта мысль пришла мне сегодня ночью. В голову? Да. Молодой человек, всякую мысль, пришедшую ночью в голову, нужно обязательно рассматривать утром, при дневном освещении. А я рассмотрел. Ну и что, капиталы нужны большие? Никаких! Лишь три злотых на почтовую марку. А при чём тут марка? А придётся писать в правительство. Только оно может осуществить её изобретение. Правительство? Нет, нет, это связано с осигнованиями. С осигнованиями нет. Да нет же! Всё очень просто. В январе или феврале? Так. У вас никакой штурмовщины нет, верно? Верно, но... А в ноябре или декабре есть. Да, но... И вот я изобрёл. Ну что, что, что изобрели? Календарь. Я предлагаю решительно изменить существующий счёт времени. Обратите внимание. В январе и феврале вы план выполняете. И вот мой новый календарь. Отныне в январе будет пять дней. Пять? Да, пять. В феврале тоже пять. Так. В марте конец квартала, в марте будет десять. Значит, после десятого марта идёт что? Первое апреля. А-а-а! Да нет же! В апреле будет семь дней. Так. В мае восемь. А, это... Нет. Восьмой, восьмой праздник. Да, но в июне тоже конец квартала. Да, так вот в июне будет пятнадцать. Ага. Вот, в июле и августе будет по десять дней. Ага. В сентябре конец квартала. В сентябре будет двадцать. А, двадцать и хмаки. О-о-о! Так. И вот наступает последний квартал. Октябрь. В октябре будет... Тридцать. А-а-а! В ноябре, начинаем уже думать о годовом плане. Так. В ноябре будет сто дней. Сто! Да, сто! И, наконец, в декабре будет сто сорок пять. Как всегда сто сорок пять. Нет. Высокосные годы сто сорок шесть. Ой! Ха-ха-ха! Как здорово! Восхитительно! Понимаете, кто докопается там еще с мартовским планом. А мы уже выполнили с сентябрьской. Ха-ха-ха! Они нас догонят только... Где-то в сотых числах ноября. Вот вам три злотых из директорского фонда на матку. Распишитесь в получении, пожалуйста. Распишитесь в том, что я сейчас иду писать письмо. Действуйте! Хочу вас сразу предупредить, что наш изобретатель очень энергичный человек. Если он не забудет опустить письмо, которое сел писать в почтовый ящик, ваши календари могут очень скоро устареть. Правда, существует один экземпляр пока такого календаря. И этот экземпляр находится у писателя Владимира Михайлова. Но кто знает, как долго осталось ему существовать в форме юморезки. Паня Ирена! Добрый вечер, паня Ирена! Паня Ирена, добрый вечер! Паня Ирена, вы, конечно, помните. Не отстает от времени и никогда не пристает к нему. Сегодня она пришла к нам из рассказа писательницы Слуцкой «Палочка-выручалочка». Проходите, паня Ирена, присаживайтесь. Когда я у вас, мой милый человек, я не надолго дел миллион. Кручусь, верчусь, ни отдыха, ни покоя. Не говорите, паня Ирена, не говорите. Все мы крутимся, лертимся. Во-первых, обои решила поменять. Вы знаете, с ног сбилась, пока нашла по душе. Но нашла картинка. По оранжевому полю голубые козочки. Вот такая, в принципе. Потом кое-что из посуды мне надо было возобновить в доме. Муж у меня, вы знаете, разбил любимую мою вазу. Бедный. Нет, вы беспокойтесь. Я не очень с ним была. У меня в этот день были именины. Поздравляю вас, паня Ирена. Поздравляю вас, что ли? Поговорю вас, пан Юзеф, вы милый человек. Вот к именину хотела шить платье, так пять раз ходила на примерку. Вообще-то фигура у меня для моих лет. Но все-таки из готовых вещей я ношу только зонтик. Ну что вы, пан Юра, ну не что. Да, потом кофточку шерстяную хотела перекрасить. Так вы знаете, тоже пять раз ходила. Но теперь зато знаю, что одежда красит человека. Потом к тетке надо было съездить завтра. Не хотелось, но смертельно. Но вы представляете себе, как бы она обрадовалась, если бы я не приехала. Сочувствую вам, пан Юра, сочувствую. Ну вот, это что, это еще сегодня ничего. Но завтра, завтра, пан Юзеф, вы знаете, страшный день. Ну, миллион дел. Во-первых, надо пойти в дом управления поругаться. Ну, потом, значит, вы не мертва мне нужны. Потом к сестре, потом к брату. Да, потом еще, боже мой, боже мой. И потом ведь завтра же. Последний день? Что последний день? Ну, бюллетень-то у меня последний день. Нет, вообще, я вам так скажу, пан, для того, чтобы болеть, нужно иметь лошадиное здоровье. Да, да, да. Проходите, пан Юра, присаживайтесь, присаживайтесь. Проходите. Моя любимая песня, вы ее знаете? Нет. Она называется «Сегодня кто-то другом». Можно я ее спою? Можно? Можно. Я пою ее не хуже, чем польская певица Санта. Ну, вы спойте, а вы послушайте. Моя любимая песня. Не знаю о нем, вообще, ничего. От пару дней с нами. Но именно это имеет смак. Кто знает, что мы любим, что не может быть, а может так. Он на меня смотрит так, как ты. Он всегда за мной такой, как ты. Он даже милый, как как ты. Так, это правда. Ах, Зося, поет очень грустную песню О девушке, которую оставил любимой Но сейчас у меня есть другой Он такой же, как ты Так же молчит, как ты Так же любит меня, как ты Но это не ты Потому что тебя я знал долгие годы А его всего несколько дней Но если я когда-нибудь вижу тебя Я никогда не покажу, как мне грустно От тылу лет Все знамы А тебе втяж Мой брат Дисть юз Все не коханы Жене быть Может, а может так Лечь умен Кламать, так как ты Хоть я сама, так как ты Супер не сама, так как ты Супер не готова Готово, пан директор Вот последние буковки дописывают Сейчас вывешу ухода Секция охотников Организует лекцию По дрессировке Легавых собак Да А что, они не нравятся? Ну, как вам сказать, пан Вотрова Пан Вотрова, давайте посоветуемся Берите карандаш Я буду диктовать новое объявление Пишите Секция охотников Организует лекцию По дрессировке Легавых собак Так И международному положению А зачем же Охотникам Отдельную лекцию О международном положении? Я против, против Странный вы человек, пан Вотрова Странный С вами, понимаете Советуется А вы возражаете А возражаете? Нет, возражаете Нет, возражаете Но если вы настаиваете Да Настаиваете, да То пишите так Пишите Секция охотников Организует в лекции Первое Международное положение Второе Дрессировка Легавых собак После дрессировки Танцы Работает буфет И подается транспорт А зачем же Охотникам танцы? Ведь не будут же они танцевать с собаками Нет, нет, нет Обязательно танцы Иначе мы ни одного охотника не найдем на нашей лекции Кстати Они не такие Охотники Как вам кажется Нет, они настоящие охотники Пантеря Давайте все-таки посоветуемся Пан Водру Ну А этот рассказ Феликса Камова Так и называется Давайте посоветуемся Ну А если вы так настаиваете Нет, вы настаиваете Ну, пантеря Настаиваете Пан Водру Тогда пишите так Пишите Секция охотников Организует Лекции Первое Международное положение Второе Дрессировка Легавых собак После лекции Разбор Персонального дела Какого дела? А это вам видней Найдите какого-нибудь Охотничка Который не по-товарищески Относится к своей Собачке И проработайте Собачку Этого охотника Говорит Охотникам же это не интересно А собачкам Ну что вы такое говорите Пан Директор Пан Водру А кто дал вам Право говорить От имени всех собачек Охотников Охотник должен Уважать свою секцию Он в первую очередь Не охотник А потом уже Охотник Охотник Но если вы так настаиваете Пан Водру Нет, вы настаиваете Нет, вы настаиваете Тогда пишите так Пишите Секция охотников Организует лекцию Так Первое Международное положение Это есть После лекции Разбор Персонального дела А Где же дрессировка? А никакой дрессировки Как? Нет Мы не можем Мы не можем Идти на поводу У легавых собак А вдруг Она облает Лектора Я протестую А вы оказывается Склочник Кто? Да, да, да Вы склочник С вами понимаете Советуется А вы возражаете Нет, возражаете Нет, нет Возражаете Ну зачем вы такое Дайте карандаш Я сам буду писать Объявление Секция охотников Организует лекцию Первое Международное положение После лекции Разбор Персонального Дела Пана Вотрубы Меня? Морально Бытовое Разложение Ой После Разложения Танцы Легавые собаки На танцы Не допускаются Вот так В таком разрезе Пан Вотруба Идите И вешайте На самое видное Место Идите Очень приятно было познакомиться Молодой человек Очень милый Мы все говорили Вообще-то я считаю Что сейчас Молодежь Молодые люди Как-то просто Не поговорить культурно Вы знаете Все маски Все кое-как Все с нервами Мне кажется Поэтому-то дома-то И разваливаются Какие дома? Ну какие Нынешние дома Понастроили Был знать что А я Расклебываю Водопровод Мусоропровод Канализация Теплоцентрализация Это же хорошо Кому Кому хорошо Молодой человек Кому хорошо Архитекторам Да Действительно Возможно Они премию За это получают А мы мыкаемся Я не понимаю Что плохо построили? Нет Неплохо построили Крепко построили Вот вчера А сосед у нас На кухне Дрова Рубил Так махал Так топором Что вся квартира Ходила ходуном Но вырубил Только две Плиточки Из пола А зачем же дрова Если в доме Есть теплоцентраль И горячая вода Круглые сутки? А если котел Лопнет? Котел лопнет А? Да Такой вот В третьей квартире Мне сосед рассказывал Было такое случилось? А ведь можно воду Нагреть на плите У вас же газ есть? Газ есть У нас газ А если труба Какая-нибудь лопнет В седьмой квартире Соседка рассказывала Было такое случилось Погодите Все-таки я насчет дров Не понимаю Зачем дрова Если в доме нет печки? Молодой человек А про что же я говорю? Ну про что я говорю? Я же именно говорю Что понастроили Бог знает что Получают премии А соображения Поставить обыкновенную печку Не хватило Не хватило соображения Вы понимаете? И ну мое это счастье Что у нас сосед Мастер на все руки И он решил сам Сам согласился Поставить эту печку Мы уже завезли цемент Завезли кирпичи Вот только трубу Никак не можем найти Ну да А куда он думает Вывести трубу? А в мусоропровод Это можно? Ну что вы Десяти этажей Знаете какая тяга Прям такая рвет Прям рвет Послушайте пани Рена А что мусоропровод Он для этого предназначен? А для чего же он предназначен? Я думал что для мусора Вы думаете Для мусора? Да Да Как бы не так Молодой человек Как бы не так Третьего дня Я запихала Туда консервную Трехкилограммовую банку От огурцов Так она же там застряла Пришлось вызвать Скорую техническую помощь Вы предвидели бы Как они Они ее кирзли вниз Ее пропихывали вверх Она не идет Ну значит Наверное нельзя было Такую большую банку В мусоропровод совать А в уборную Она совсем не проходит Соседка Из седьмой квартиры Попробовал Где-то или там назад Так она до сих пор Мажется Да А вы попробуйте Все-таки эту банку Положить в ведро В мусорное А потом вынести В мусорный ящик Ай-яй-яй Ай-яй-яй Молодой человек Вы меня Не тащите назад К мусорному ящику Нет-нет Ни в коем случае Милый мой Нет, хватит Мы наносились Мы живем В новых домах И мы хотим Жить культурно А не как-нибудь Пани Рене Я вас не понимаю Нет Пожалуй, даже писатель Наум Лобковский Написавший эту сцену Тоже навряд ли бы Вас понял Я даже тут не понимаю Я говорю Теперь с ним Молодые люди Даже поговорить Культурно не умеют Они все Наспех Все с нервной Все Кое-как Вот поэтому Дома-то и Добрый вечер А, добрый вечер Парни Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер А это дочь Нашего щитовода Вотру Вы ее тоже, конечно, помните Волосы она красит Платье шьет У портнихи Глаза подводит Поход Отрабатывает А Ахиллесовая пята У нее Прикрыта шляпой Душенька А когда же Ваша свадьба? О, мы объявили Помолвку недействительной Мое отношение К пану Чеслову Изменилось Да? А, ну ты носишь Кольцо, которое Он тебе подарил О, кольцо Но мое отношение Осталось неизменным Добрый вечер Папочка А, добрый вечер Почему ты не сказала Пану Чеслову Чтобы он повидался Со мной Прежде чем просить Твоей руки Я ему сказала Ну? Он уверял меня Что видел тебя Неоднократно И несмотря на это Все же хочет На мне жениться Каждый день Он приходил С цветами Поссорились вы что ли? Он женился На продавщице Цветочного магазина Пан Котлева Порядочная девушка Никогда не бегает За парнем Ну где же это видано Чтобы мышеловка Гонялась за мышцами Наплевать Найдешь второго Ой, он и так был вторым И что ты сама Обо всем этом думаешь? Ничего Я чувствую Что мысли Непрерывно Лезут мне в голову Но никак не могут пробиться Добрый вечер Добрый вечер Это наши старые знакомые Тереза и Владок В семейных баталиях Тереза обычно берет Владока Сердечным приступом Добрый вечер Добрый вечер Вы знаете Мы теперь частенько опаздываем Раньше, когда Владок За мной ухаживал Он возил меня в такси А теперь мы ездим в трамвае Дорогая, я тобой горжусь Поэтому хочу Чтобы тебя Видело больше народу Вы знаете В этом трамвае Было столько народу Что даже некоторые мужчины Стояли Да, да Зосенька Зоси, можно у вас на минуточку? Да Добрый вечер Добрый вечер, дорогая Принесите, пожалуйста Две крышки от кастрюли Две крышки от кастрюли Раз Еще одну столовую ложку Один большой кухонный нож И одну миску Эмалированную Эмалированных нет Тогда алюминиевую Алюминиевую И все Все А пить что будет? Ничего Пока А сколько морочек? Пан Юзеф Пан Юзеф Пан Юзеф Вы можете добры Не могли бы вы Как только я махну рукой Прокричать вот этот текст Вон из того угла С удовольствием Пожалуйста Только учтите Все сырое Ничего Засыпать Благодарю вас Пан изобретатель Увляю вам просьба Не могли бы вы Как только я махну рукой Ритмично бить крышками Друг от друга Вот так Бум-ба-ба Бум-ба-ба Ну попробуем Нет-нет-нет Крепче вот это Еще раз Ритмичнее как-то Бум-ба-ба Бум-ба-ба Встаньте пожалуйста Вот в тот угол Я послушаю Порепетирую Начали Зосенька Зосенька К вам такая просьба Не могли бы вы Бросить на пол Ложку Пожалуйста Нет-нет-нет-нет Как только Тереза Крипнет Тереза Ты помнишь Что ты должен Открыть Конечно помню Это моя идея Как только Тереза Крипнет Бросьте на пол Ложку Пожалуйста Пожалуйста Очень хорошо Вот так и делайте Теперь Полозу У меня к вам такая просьба Пожалуйста Не могли бы вы По моему знаку Непрерывно водить Ножом по миске Что я тут терпеть не могу Пан Готруба Надо дорогой Надо Поверьте Надо Очень хорошо Очень хорошо Только Станьте пожалуйста Вот сюда Пожалуйста Подойдите Вот здесь Пан Готруба По сигналам Начнем Простите пожалуйста Простите Пан Готреза Я не знаю Что это за игра Но я бы Тоже очень хотела Принять в ней участие Ну конечно Пройдите к эстраде Пройдите к эстраде Станьте сюда И по моему сигналу Спрыгнете с нее Раз Два Три Нет Как ты Влада По моему Нужно Чтобы весь оркестр Спрыгнул Великолепно Вместе со всем оркестром По моему Всегда Раз Два Три Очень хорошо А теперь друзья Я буду разговаривать По телефону Пожалуйста Приготовьтесь Запомните Все что вы делали Внимание Набираю номер Раз Два Три Начали Пан Готропович Как дела С выполнением Плана Пан Готропович Как дела С выполнением Плана Пан Готропович Пан Готропович Пан Готропович Акустика Акустика Вы думаете Владок Сам до этого Додумался Нет Этот способ Подсказал ему Венгерский Юморист Иштван Колой Написавший Юмореску Под названием Главная Акустика Главная акустика Владок Ну что ж По-моему Все очень удачно Получилось И я совсем Неплохо Поработала Ведь Правда же Владок Да А ты не хочешь Меня ничем Порадовать А что ты имеешь Ввиду Сегодняшнюю Премию А Никакой премии Нет Не дали А это уже Другой рассказ Венгерского писателя Зьерди Микиша Премия Вот как Не дали Нет Почему же Не выполнили план По готовым изделиям И вас лишили премии Да К сожалению Понимаешь Должны были дать Но Ужасно жаль Владок Ужасно жаль Нам деньги сейчас Так нужны Ты же знаешь Очень Ну что ж Видно Ты уж не тот работник Сдаешь Видишь ли Я бы этого не сказал А ты не обижайся Не обижайся Дорогой Рано или поздно Это с каждым же может случиться Ведь не могут же давать Давать премии всем Их же получают Только лучшие Ведь правда Ну конечно Ну а перед тем Как дать премию Каждую кандидатуру Очевидно обсуждают Кто заслужил Кто не заслужил Ну нет Видишь ли Владок Ну ты не расстраивайся Не расстраивайся Дорогой Ну не получил Не беда Другие работают Лучше тебя Другие Так я с любым Могу потягаться Я с любым Могу потягаться Огорчайся ты Не огорчайся Не огорчайся ты Вот ты же ведь не виноват Что родился таким Нерасторопным Ну и Ковальский Ковальский Он видимо еще не потерял Хватку Кто? Ковальский? Ковальский Да Этот разин Этот мямля Мямля А премию получил Понимаешь А ты не расстраивайся Просто смешно Не огорчайся Просто смешно Владок Смешно Не горю Тебе смешно Он получил Ковальский Да Да он Да я Спокойно Ковальский Спокойно Владок, спокойно, дорогой. Я с тобой. Будь мужчиной. Я и так тебя люблю. Без премии. Так вот, прими к сведению, что я получил премию. Да, 500 злотых. Да что ты говоришь? Я тебе сам их хотел отдать, все как-то вот отвлекался. А ты не отвлекайся. Вот теперь уж не отвлекайся, дорогой. Не отвлекайся. Я рада, Владок. Пахнет. 100. 200. 300. 400. Ковальский. 450. Ковальский. 450. Просто смешно. 450. Раз. Просто смешно. 450. Два. 500. Просто смешно. Владок, эти деньги я отложу на покупку машины. Ах, все-таки приятно, когда много денег, а? Да есть вещи, дорогая, более ценные, чем деньги. Да, дорогой. Но нужны и деньги, чтобы приобрести эти вещи. Вот, например, машины. Я, пожалуйста, не ссорьтесь, не ссорьтесь. Мужик, у мужика, прошу вас. Вот всегда я ему... Не ссорьтесь, я тебе говорю. Спокойно, Владок. Спойте лучше, Блэк, который вам так удался. Уверяю вас, но у них получается не хуже, чем у польских певцов Виолетта Вимас и Богдана Чижевского. Я прошу вас, Пан Гладок, все. По-моему, это прекрасное дело. Пан Гладок, спойте. Я прошу вас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Они встретились в кафе И сразу понравились друг другу Но он долго не решался пригласить их танцевать «Твист» Потом он рискнул И они танцевали весь вечер А завтра они снова встретятся И весь вечер будут танцевать «Твист» Субтитры создавал DimaTorzok «Нутро затанчено» «Озе мно ты» Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, пан Юзер Добрый вечер, пан Станислав, добрый вечер Как ваш ребенок, а? Не дурно Просидел 4 часа и ничего не поймал А при чем же тут не дурно? А, а вчера не поймал ничего за 8 часов Пан таксист Знакомые утверждают Что если у него в голове и заведется Хоть одна мысль Бедняжка все равно обречена умереть От одиночества Разрешите? Пожалуйста Спасибо На рыбалку собираетесь? Да Ах, как я вам завидую, а? Вот сейчас с удовольствием поехал бы Куда-нибудь на природу Ну, приобщился, так сказать Поохотиться, порыбачить Ну, не знаю, если уж не ехать Ну, хоть пойти куда-нибудь Хоть в зоопарк, что ли Это, кажется, здесь где-то близко А, совсем рядом Через дорогу Я как раз там работаю Что вы говорите? Сторожем Хотите, провожу вас? Благодарю Скажите, пожалуйста А какие у вас там звери? Звери? Детей Нужно, значит, дикие Что, они очень дикие? Или они уже, так сказать, немного успокоились Куда там успокоились? Дети ведь Ну, что, значит, если им удастся убежать Они что, могут разорвать на мелкие части? Да уж, конечно, могут А чем же они питаются? В основном, мясом Чьим? Говядиной А людей они едят? Да что вы, кто же им даст? Ну, я понимаю Нет, я к примеру Но, вот если, так сказать, они убегут Вот, что тогда? Тогда всё Только это они заперты В клетках А ключ у кого? У сторожа Уберите Да, ну, скажите А вот если вы вдруг Забудете запереть какую-нибудь клетку Ну, так ошибётесь на одного тигра Ну, что вы беспокоитесь? Пойдёте, сами увидите Подождите Скажите, а что, у вас только дикие звери? А у вас есть какие-нибудь там домашние? Ну, там, коровки Куры Овечки У нас зоопарк А не скотный двор Ну, а какие же у вас звери? Ну, конкретно Ну, конкретно, значит Львы Медведи Носороги Пантеры Волки Дигры И Дррр Ну, а почему же их не дрессируют? Вот сказали бы им так Ап И они не с места Ап Это в цирке А у нас в зоопарке Ам Ну, что, значит Если у вас зоопарк То человек спокойно не может Посмотреть на зверей Захотелось бы это посмотреть На тигра А он, понимаете Выснул лапу И Ап Ну, то есть Арам И вырвал у тебя из живота Кусок мяса Мяса Да не может Он и этого сделать Он же в клетке Да знаю я Понимаете Эти клетки Они же у нас умеют делать Порядочные клетки Это же барахло одно А не клетки Да Они и сюда Межочем могут Добраться Да не могут Они же заперты Да А если удерут Удерут Тогда, пожалуй Могут Вы знаете Я, пожалуй Пойду Порыбачу Что-ли И я С вами Ну, пойдемте Что вы Что вы Это шутка Ой Спокойно Это шутка Румынского юмориста Сади Рудеску Которая так и называется В зоопарке Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Пани Моника Мад, пан Юзер Сколько времени не теряешь Саботы Все прибавляю Ну, что вы Что вы Пани Моника Вы сегодня очаровательно выглядите У вас в лице Появились Рафаэльские краски Какие? Рафаэль Да что вы Я уже давно не крашу Пан Моник Здравствуй, пан Моник Здравствуй Я же, может, и не придешь Как я не приду Когда мы с тобой договорились Я должна тебе сообщить Одну очень важную вещь Добрый вечер Между прочим Вы знаете Я сейчас во дворе встретила вашего сына Он похож на греческую статую Вы имеете ввиду его мускулы? Нет, я имею ввиду его разбитый нос И, кстати говоря Он забил мяч в мое окно На какой минуте? Я не помню Но я до сих пор не могу найти стекольщика Да, Петр, жизнь Это вечная искальность, да, Степан Моник Она похожа На универмаг Вот все есть За исключением того, что ты ищешь Я не решаю что-либо говорить об этой женщине Ее энергии с избытком хватит Чтобы растопить все льды Антарктиды Но она очень скромно использует ее В домашних целях Что это такое? Ты что, уже пил кофе? Ты сидел здесь один, да? Да, видишь ли... Как тебе не стыдно? Вместо того, чтобы пить кофе Без меня ты бы лучше побрился А еще профессор называется Да, но обстоятельства Обстоятельства Все вы мужчины одинаковые Я вот, например Я все-таки пошла в парикмахерскую Потому что я хочу тебе понравиться Ты же знаешь наши парикмахерские Там легче голову сложить, чем уложить Вот Да, какой ужас Но я спрошу тебя, не отвлекаться Но все-таки я пришла И пришла на пять минут раньше Ну, с тобой договорились со сколько встретиться? В пять часов А сейчас сколько? Без пяти пять Видишь? Да, но... Что но? Что но? Я пришла или не пришла? Пришла Ну, вот видишь, ты сам подтверждаешь А то, что ты имеешь в виду под своим но? Ничего особенного Просто ты своей телеграммой назначила мне свидание здесь, в Кабачке В пять часов позавчера А пришла без пяти сегодня Петр Ой, боже мой, милый Елена, ради бога Я бросил все дела Выехал из Гданьска Начал волноваться Сижу здесь Ради бога, прости меня Это все домашние дела Как ты говоришь, ты приехал из Гданьска? Подумай, какое совпадение Зосин брат там служил Ты Зосю знаешь? Нет Ну, Косина подруга, ты Косину знаешь? Нет Косина жена, ты Осину не знаешь? Нет Маринин брат А при чем тут Маринин брат, Косина жена? Ты себе не представляешь, какой стал парень Да Охотник, рыболов, спортсмен И имеет по боксу второй разряд У него Петр вот такие вот кулачищи И целыми днями в драмкружке занимается Он как выйдет на сцену, все от него разбегаются А сейчас он в научно-исследовательском институте работает Он сейчас, Петр, по научной части Он кошек отлавливает Чуть какая кошка задевался Он сразу Мешок и до свидания Все кошки от него шарахаются Да-да, какой ужас Ну, пожалуйста, не отвлекайся Да нет, я-то что Я-то что Вот Котя, Котя совсем с ног сбился Родная бабушка на него в суд подала А он за электричество отказался платить Я, говорит, модернист Буду жить при свечах Вот такая история На весь дом копоть Все ходят черные, как в Эфиопии Свечи-то самодельные Друг дружку не различают Котя ночью племянника За себе кровь приняла Нелестка Тестю говорит Здравствуйте, тетя А это А это дядя Ну, они все к нему А он возьми Да И умри Кто он? Ты его не знаешь У них вообще ничего понять невозможно Да, ну, какое ты имеет отношение ко мне Пропадение все Кропотом Я предлагаю тебе А Касик ей вообще и предложение даже не делал Ты подумай Он опять Марину бросил На Зосе женился Ну, она-то, конечно, сейчас же к Альфреду Ей-то что? Альфред моментально развелся Она у него уже пятая Так он опять к четвертой вернулся Свою жену бросил И с чужой помирился Ты понимаешь? Она чудачка к первой жене А он дурак к мужу приходит А тот подлец уже замужем Так и живут теперь в росте Хотя оба женатые Я ничего не понимаю Ну, что-то они сами разобраться не могут Особенно Мызя хорош А кто такой Мызя? Ну, ты Мызю А нет, ты Мызю не знаешь Ну, 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 плевать мне на него В конце концов Ты объясни мне Зачем ты меня вызвала? Мать Мызя тоже так сказала Но плевать Ему говорят Вы будете зарплату получать? А он говорит Ни за что Ни за какие деньги Только, говорит, через мой труд Я, говорит, до сих пор жил Мне на зарплату И дальше проживу Ну, его и уволили Боже, и это тебя волнует Ну, слушай В конце концов У меня сейчас кажется Что? Убегу И правильно сделай Сейчас сень понемногу разбегайте Третьего дня Из зоопарка шимпанзе сбежало Мне Марик рассказывал Зосин муж от первого брака Негодяй Кто? Зосин муж Спортсмен, охотник, Котина жена Что такое? Нет, это не Котина жена, Петр Это ты путаешь А зачем он Котик отладывает? Родная бабушка на него Модерниста Понимаешь, ли в суд подала? А он значит Бегом из зоопарка Нет, это не он Это же шимпанзе Бегом Что ты делаешь, а? Зачем ты кусаешь это? Отдай, отдай Не надо Отдай сейчас Слушай, зачем ты меня вызвал из гдан Я же тебе говорю Зосин брать там служит Ты засе знаешь? Нет Котина подруга Ты коси не знаешь Нет Осина жена Ты коси не знаешь А Котя-то хорош Одну жену бросил Со второй сошелся С пятой разошелся Весь дом в копоте Люди друг друга не узнают А осина подруга Значит, шимпанзе Фетр? Да Боже мой Зачем только я тебя вызвала из Гданска? Ты из Оси знаешь? Пан профессор Пани Моника Не волнуйтесь Не волнуйтесь Я прошу Не принимайте все так близко к сердцу Это тяжелое испытание устроил вам писатель Марк Захар Ты, Марк, ты знаешь? Боже мой Петр, Петр, успокойся Сыграйте ему что-нибудь вестивомое Пожалуйста Я сейчас спою тебе Не беспокойся Я не беспокоюсь Да эта песня так называется Не беспокойся С года можно еще рассказать Не вендочек Ничего, чем Азаренгов нет Можешь и в тексе Ждоконксешь и скинется И не рвк, как и жалостые мины Все еще что-нибудь О мне не прощ О мне не прощ О мне не прощ Я себе рядом ЖдAS И если ты, что я тебе А как тебя нет То есть невелкий хран И если хочешь учитывать Саме смертвения Но только через тебя Я вам О мне запомни О мне не прощ А мне не прощ Я себе рада дам Когда охоте милам на кино, тыс мил на лоди на стой Хочелам, чтобы вместе час нам уплыл, но тыс ценил час твой Завтра любилам старые песенки, а ты волалешь big beat Все, кто смея сейчас, те дзвеньки, humor поправил ми в миг О, мне не март, о, мне не март, я тебе рада дам Если ты, то ты, а как тебя нет, то тоже невелкий кран Если хочешь видеть, сами с март, я только через тебя мам О мне запомни, о мне не март, я себе рада дам Пойду до кино с Вацким или Бицким, с Ромкой затаньча твиста Юрек ма так, что очи не бридкие, то пойду с ним на пристань Ромек запроси меня до театру, Войтек на рурки с тремем Ведь за мно очу уже не выпатруй, мне уже больше не мяч Не беспокойся, не беспокойся, я уж не пропаду Я даже рада парня, что надо быстро себе найду И двести до черта первого сорта встречу я на ходу Но не беспокойся, не беспокойся, я уж не пропаду Но не беспокойся, не беспокойся, я уж не пропаду Я просто никогда себе даже не представлял, что вы так прекрасно поете А почему? Ну как, просто совсем в манере Барбары Рыльска Я вам открою секрет, это в самом деле пела Барбара Рыльска Как, значит, все эти песни были записаны? Они все были приготовлены этим же способом Добрый день! Это пришел он, наш Пепечек Прямо из рассказа Стефании Гранзенской «Геройский поступок» Гераку легко было попасть в историю с таким известным именем А каково Пепечек? И тем не менее, он попал в него Сегодня утром он совершил геройский поступок Но уже весь город знает об этом Поздравляем вас, фантапичок Поздравляем вас Спасибо Поздравление Это самая вежливая форма зависти Да, да, да Да, совершенно верно Пожалуйста Скажите нам, пожалуйста, как вы совершили этот подвиг? Боже, он уже опять интервью Пожалуйста Пепечек, пожалуйста Спогано Я буду кратерок Раньше у меня была не жизнь А просто так, будничное житье, питье Да Но сегодня утром я встал с каким-то желанием Совершить что-нибудь прекрасное Я сказал себе Пепечек, начни этот день каким-нибудь геройским поступком Который надолго останется в благодарной памяти современника Так и сказали Девочки, это так же точно, как если бы вы сами меня слушали На улицу я вышел с твердым желанием Не возвращаться домой до тех пор, пока не сдержу слова Боже мой Боже мой, как я мечтал о том, чтобы кто-нибудь попал под автомобиль А я бы его спас Никто не попал Тогда я направился к трамвайной остановке В надежде, что там судьба позволит мне реализовать клокотавший вот здесь чуд Вот здесь вот Смотрю, идет трамвай Сажусь Теснотища такая Что даже некоторые мужчины стояли Не те мужчины Я-то, конечно, занял себе местечко Тут-то все и случилось Я заметил старушку Ну что, ну и Конечно, я бы не обратил на нее никакого внимания Подумаешь, старуха Но я жаждал подвига Я сказал себе, как Гамлет Эх, была не была Все, что случилось потом Будут помнить и наши потомки Ибо такого еще не случалось От века до века в трамваях Воды, дайте воды молодому герою Лучше пиво дайте, пожалуйста Ну как же, как вы совершили, как это сделали? Как? Как? А я встал и сказал Садись, бабка Черт с тобой Ну вот, дорогие друзья Нам опять не хватает времени Пора расставаться Но я думаю, что мы с вами еще не раз Встретимся в кабачке 13 стульев Где никогда не смолкают шнурки Вы знаете, моя слабость аквариума Я могу смотреть на него часами А как относится к этому ваша жена? Жена? А какое ей дело, чем и занимаюсь на работе? Удивительно Возьмем ученых Вот как они, например, узнают Что будет для пмини солнца? Вы что же думаете? Ученые никогда не читают газет? Тусенька Тусенька Ты стал очень нервным Тебе надо сходить к врачу А что он понимает? Скажешь, что мне необходимы тишина и покой Когда мне нужны замшевые костюмы и новые туки Ну вот, посадил пятно на пиджак А в доме нет ни капли бензина Я давно говорю Пора купить автомобиль Кстати, Владок Ты сегодня опять разговаривал во сне Вот уж и во сне нельзя слово сказать Вон, Кузик Как вам понравился ужин? Ах, зачем вы ищете повод для ссор? Дер, скажем, что такое с моим мужем? Вот я могу целыми днями ему что-нибудь говорить Рассказываю ему, говорю, говорю А потом выясняется, что он ничего не слышал Что это за болезнь? Это не болезнь, это дар божий Пан-директор, да Мирк утверждает, что он ваш ближайший родственник И берется это доказать Но он просто идиот И у него есть и другие доказательства Партик Вы не могли бы мне объяснить Как работает радио? Ну, это очень сложно Но вы в физике-то разбираетесь немного? А при чем здесь это? Ну, объяснить мне без физики Просто и понятно А, ну, пожалуйста Вот существует такая собака Породы такса Такса? Такая длинная-длинная собака Во-во-во Вот такая длинная-длинная собака Вот представьте, такую собаку Очень-очень длинную Вот как отсюда до другого города Если ей прищемить хвост здесь То лаять она будет в другом городе Понятно Понятно Да, но пока это только еще телеграф А, телеграф А радио? А радио-то абсолютно то же самое Только без собак Нет старых анекдотов Есть только старые люди Для каждого новорожденного Любой анекдот нов Всего хорошего До свидания Закрыт 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 Кабачок Но мы верим Что наше веселье Вы взяли с собой Для вас Для вас Мы шутили Смеялись И пели С открытой С открытой Душой Всем на прощанье Желаем удачи Жить без улыбок На свете нельзя До свидания Друзья До свидания Друзья Когда Когда Кабачка Позывные Зовут вас К экранам Спешите Скорей Вас ждет Вас ждет Тачья Родина Дальние Страны Улыбка Улыбка Друзей Всем на прощанье Желаем Удачи Жить Без улыбок На свете Нельзя До свидания Друзья До свидания Друзья Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова